Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Совсем недавно я в инстаграме написала пару постов о карте поляка и поняла, что для многих из вас это очень актуальная тема. Многие из вас начали задавать разные вопросы. И я подумала, почему я напишу и оставлю эту тему только в инстаграме? Наверное, скорее всего, нужно заснять видео. Хотя мне казалось, что эта тема уже давным-давно для всех закрыта в плане в том, что практически все уже знают, что это такое, для чего это нужно, какие финансовые помощи полагаются по карте поляка и какие вообще плюсы и минусы. И в конце-то концов, в чём отличие карты поляка от сталого побота. Но, как оказалось, что нет. И поэтому я записываю сегодня для вас это видео. Поэтому, если оно для вас будет интересное, то продолжайте смотреть дальше. Ровно два года назад, 4 июня 2018 года, президент Польши подписал документ, точнее, подписал изменения, касающие карты поляка. То есть, если до этого времени могли люди получать только, которые находятся в бывших странах СССР, то с 4 июня 2018 года на карту поляка мог уже претендовать любой человек, вне зависимости, где он проживает, на какой территории, за границей, то ли это будет Америка, то ли это бывший СССР, то ли ещё какие-то другие страны. Процедура получения карты поляка я досконально не знаю, потому что я именно на своём опыте её не проходила. Но, что я знаю от своих знакомых, так это вам нужно подтвердить своё польское происхождение. То есть, у вас должно быть либо же дедушка, либо бабушка поляками, либо двое прабабушек, прадедушек, которые имеют польское происхождение. Если такой возможности нет, если нет у вас свидетельства о рождении, где написано, что ваша бабушка, либо дедушка, либо бабушка, прабабушка и прадедушка по национальности, по гражданству являются поляками, то вам нужно просто обратиться в архив, чтобы нашли для вас такой документ, с которым вы могли бы претендовать на карту поляка. Если же вы на своей территории более трёх лет проходите и участвуете в польских организациях, вы являетесь волонтёром, который живёте польской культурой и ведёте польскую активную деятельность, то вам нужно иметь подтверждающий документ, в котором говорится, что вы являетесь волонтёром польской общины более трёх лет, и тогда вы тоже можете претендовать на карту поляка. Также нужно владеть польским языком, потому что будет происходить экзамен на польском языке, а также ориентироваться в культуре и традиции Польши, а также ориентироваться в вопросах культуры и истории Польши. Ну и, конечно же, на самый конец, в самой процедуре вообще, это пройти собеседование с польским консулом, который в итоге и решит, который и выносит решение по выдаче карты поляка. Конечно же, если вы получили карту поляка, то считайте, что вы уже на 80% поляк, можно так сказать, и у вас нет никаких проблем для того, чтобы переехать в Польшу, потому что самым главным преимуществом карты поляка это то, что вы можете работать на территории Польши без каких-либо разрешений на работу, то есть не обязательно вам получать сталый побыт, вы можете приехать по карте поляка и начать работать у любого поляка, подписав просто договор на работу, это будет умова праца, может быть умова злицения, умова отдела, но без всяких разрешений на работу. Следующим плюсом это возможность введения предпринимательской деятельности, а такой, которую не могут вести иностранцы, которые приезжают сюда без польских картей. То есть, например, ЧП только могут оформить люди, которые имеют карту поляка, либо же сталый побыт, ну, либо же, понятное дело, гражданство Польши. Поступать и учиться в польских вузах совершенно на бесплатной основе. Иностранцы, которые имеют карты поляка, получают скидки. Это 37% на железнодорожные билеты на территории Польши. Следующим преимуществом карты поляка это бесплатное посещение всех государственных музеев. Далее это финансовая помощь по карте поляка. Ну и последнее, если вы хотите податься на сталый побыт, то, конечно же, подача на сталый побыт для вас будет она также бесплатной. Единственное, что карту поляка не может получить тот человек, который имеет уже польское гражданство, либо же имел вид на жительство на территории Польши. Наверное, для многих из вас более, наверное, интересует вопрос, касающий финансовой помощи по карте поляка. Кто же ее может получить и в каком размере. С 2017 года вышел закон для помощи владельцев карты поляков для того, чтобы обустроиться, а также как-то адаптироваться здесь на территории Польши. Понятное дело, эта финансовая помощь не покрывает вам стопроцентные ваши расходы, но это частичная помощь как для владельцев карты поляка, так и для членов семьи. На финансовую помощь по карте поляка могут претендовать то есть владелец карты поляка, как я вам сказала, и члены семьи только по первой линии, то есть это муж, жена, либо же дети. Для того, чтобы получить финансовую помощь, членам семьи не обязательно иметь карту поляка, то есть если у владельца есть карта поляка, то членам семьи не обязательно ее иметь, для того, чтобы получить на них тоже финансовую помощь. Подать на финансовую помощь вы можете в Уженде по делам иностранцев, то есть в Уженде в Айвудском вашего города. Вы также можете подать на финансовую помощь при подаче на карту столового побыта. То есть, когда вы собираете пакет документов на столовый побыт, вы также можете сразу же написать заявление о предоставлении финансовой помощи. Но помните тот факт, что если вы уже подали на карту столового побыта, то вы можете претендовать на финансовую помощь, точнее, подавать заявление на финансовую помощь не позднее, чем 3 месяца от даты подачи на столовый побыт. Финансовая помощь по закону выплачивается в течение 9 месяцев, то есть на протяжении 9 месяцев вы получаете определенную сумму и от 1 до 3 месяцев вы получаете 50% от минимальной заработной платы на территории Польши. То есть если сейчас 2 600, значит вы получаете 1300 на каждого члена семьи на территории Польши, кроме детей. На детей вы получаете 50% от той суммы, которая предоставляется владельцу карты поляка. То есть дети получают 650 слот их соответственно. И от 4 месяца до 9 месяца вы получаете 60% от той суммы, которую вы получали в период с 1 по 3 месяц. То есть от 1360% это 780 слот их, а для ребенка 390 слот их соответственно. В итоге итоговая сумма в 2020 году для взрослого человека за 9 месяцев выходит 8520 слот их, а для ребенка 4290 слот их. Помните тот факт, что если у ребенка есть карта поляка, тогда ему на него нужно подать отдельное заявление и он получит соответственно, как и взрослый человек, то есть 1300 и 780 слот их соответственно. К сожалению, финансовая помощь выплачивается не для всех. И если вы подали на заявление о финансовой помощи по карте поляка позднее, чем 3 месяца от даты подачи на сталый побыт, тогда вам могут отказать. Если же вы не проживаете на территории Польши, тогда вам также могут отказать в этой финансовой помощи. И также это касается членов семьи. Если владельец карты поляка указал их в заявлении своих членов семьи и они не проживают на территории Польши, тогда финансирования не будет. К сожалению, после такого поста в инстаграме я узнала, что большинством людям пришла децизия, пришло решение, но выплачивать деньги будут только в 2021 году, так как сейчас в государстве просто нет денег. Не знаю, с чем это связано. То ли это с вирусом связано, то ли это со всеми выплатами, которые государство придумало сейчас, выплачивая работникам и родителям, которые сидят на опекуншем. Не знаю, с чем это связано, но, к сожалению, все те, кто получил децизию положительную, то вы их увидите, эти деньги, только в 2021 году. Какие документы нужно предоставить для получения финансовой помощи? Во-первых, вы должны сделать копию вашего документа, по которому вы приехали на территорию Польши. Далее, заполнить заявление, которое можно скачать на официальном сайте Ужинда. Я также вам оставлю ссылочку в инстаграме, хотела сказать. Я вам оставлю ссылочку под видео, поэтому вы также можете перейти по этой ссылочке, скачать и заполнить это заявление. Далее, это подтвердить ваше проживание на территории Польши. Что это может быть? Это может быть договор на съем жилья, это может быть ваш акт на покупку недвижимости, либо же прописка по адресу на территории Польши. Следующим документом, который нужно будет предоставить, это копия карты поляка. И если вы прикрепляете, точнее указываете в заявлении своих членов семьи, то тогда нужно сделать присяжный перевод свидетельства о браке, а также свидетельства о рождении детей. Ну и заплатить госпошлину, которая стоит 10 злотых. Ну и, наверное, самым последним вопросом, в чем же все-таки отличие карты поляка от сталого попыта? Можно ли жить здесь на территории Польши только на карте поляка или же все-таки обязательно получать сталый попыт? Так вот, я вам, ребят, скажу, на карте поляка вы имеете право здесь проживать, но вы не сможете получать пособие такое, как 500+, например. Далее, с картой поляка не все уж так слишком и гладко и хорошо, потому что вы не сможете получить гражданство Польши без получения сталого попыта. Поэтому одно за другим вяжется, то есть приезжая сюда, живя на карте поляка, если все-таки вы хотите получить гражданство польское, то вам нужно оформить сначала сталый попыт, также прикрепить своих детей и супругов. Что касается супругов, если они подаются на карту обычного часового попыта по воссоединению с картой поляка, точнее с картой сталевого попыта, то такие иностранцы получают карту часового попыта с доступом к рынку труда. Я вам это уже рассказывала много раз, то есть такие супруги, такие иностранцы не должны будут иметь в будущем разрешения на работу. Но помните, что только в момент получения самой карты побыта с доступом к рынку труда по воссоединению от сталого попыта вы можете работать без разрешения на работу. Ну и помните тот факт, что проживя на карте сталого попыта, после этого вы можете оформлять себе гражданство, но вам также нужно сдавать экзамен по знанию польского языка хотя бы до уровня B1. Вот такие вот все факты, касающие карты поляка и сталого попыта, поэтому те люди, которые получают карты поляка, это просто отличный для вас шанс, чтобы приехать сюда на территорию Польши и сразу жить и работать. Если же у вас в вашей стране вы нашли документы, где ваша бабушка, либо дедушка, либо же прабабушка и прадедушка имеют польские корни и вы не хотите себе оформлять карту поляка в своей стране, тогда вы просто приезжаете сюда, делаете на территории Польши перевод присяжный этих всех документов, делаете умисцование также всех документов и после этого подаетесь сразу на сталый побыт. Так тоже можно, не обязательно иметь карту поляка для того, чтобы податься на сталый побыт, самое главное иметь польское происхождение для подачи на сталый побыт. Если у вас еще остались вопросы, обязательно оставляйте мне их в комментариях, ну а с вами увидимся уже совсем скоро. Не забывайте подписаться на мой канал, а также на инстаграм, потому что именно там очень много вы, многие узнаете всего интересного, так как я стараюсь для вас снимать сторисы, где показываю, рассказываю о жизни и вообще как происходит ситуация в стране. Всем спасибо за внимание, с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео и всем пока-пока!